Свыше тысячи советских солдат отдали жизни за освобождение Италии от фашизма. Около сотни из них погибли под Триестом, когда до победы оставалось всего несколько недель. Накануне 70-летия освобождения страны в Италии почтили память наших солдат. Пять лет назад на военном кладбище Триеста установили памятник батальону 23-летнего Раиса Байсенова. Этот советский батальон отличался храбростью, что отмечалось в хронике того времени, подтверждают и местные жители. Десять казахстанцев, например, разведчиков в апреле 45-го сумели остановить целую компанию вермахта. На мосту через реку Випакка ценой своей жизни они уничтожили 150 немецких солдат, за что по инициативе казахстанского посольства и при содействии мэрии Триеста им и установлен памятник. Батальон был сформирован в 44-м году из военнопленных, бежавших из нацистских лагерей. На камне высечены имена этих солдат, среди них 36 казахстанцев. Батальону Байсенова удалось остановить на подступах к городу отряд фашистов, идущий на подкрепление гитлеровским войскам. Участвовала казахстанская сторона и в церемонии возложения цветов к монументу в бывшем концентрационном лагере Резьера Ди Сан Сабья. Это единственный лагерь в Италии, который нацисты использовали непосредственно для уничтожения заключенных, в основном политических. В печах, которые прежде служили для сушки риса, они сжигали людей. Здесь открыт музей, и среди цветов в память о невинно убитых у памятника стоит и венок от Казахстана. Продолжение следует... Продолжение следует...